Для этого предприятие выращивание осетровых – дело новое. Цех организовали в прошлом году. Установили 10 емкостей по 4000 литров каждой. Завезли мальков осетра, севрюги, стерляди. Их закупили в Краснодарском крае. Заселили вот такие специальные бассейны. В каждом по 350 особей. Отсортировали по возрасту и размеру. Есть особи, которые подросли уже до полуметра. Здесь цикл замкнутого водоснабжения. Идёт постоянная циркуляция воды. Жидкость качают из озера недалеко от цеха, чтобы условия для обитания были максимально приближены к естественным. Воду фильтруют, а сами бассейны регулярно чистят. Поддерживают комфортную для рыбы температуру – 19-20 градусов. В рационе комбикорм и измельчённая черноморская килька. У нас есть специалист, который контролирует рост рыбы, её корм, качество воды, качество очищения. Начать дело по выращиванию осетровок предприятию удалось благодаря поддержке правительства города. За счёт выделенной субсидии смогли установить дорогостоящие оборудования, бассейны и закупить мальков. Разведение этих пород рыбы – дело затратное не только денежно, но и по времени. На предприятии выйти на рынок планируют в течение пяти лет. Сейчас работают на перспективу. У нас эта отрасль пока не занята, эта ниша. То есть всё, что мы пока потребляем – это в большей степени продукция, естественно, завезённая. Поэтому пытаемся пополнить свои местные возможности, возможности города Севастополя в удовлетворении наших потребностей. На предприятии отмечают, если дело будет развиваться успешно, цех расширят, смонтируют больше ёмкостей, закупят новые виды рыб. Появление севастопольской чёрной икры ждут Елена Корнухова, Дельвер Миншитов и весь коллектив информационного канала «Севастополя».